Взрослые и дети поодиночке компаниями друзей или целыми семьями пришли на фестиваль воздушных змеев. Летающие конструкции здесь были представлены на любой цвет и вкус. Шахматисты из Сюта решили запустить змея в виде шахматной доски, а будущие космонавты соорудили Юрия Гагарина. Этот змей делался на местной станции семьей Соколовых. Авторы были признаны лауреатами конкурса в Шелихове. Бокумные же модели все стандартные идут, а когда ты делаешь своими руками, можно что-то уйти от стандарта, что-то сделать особенное. А из чего он у вас сделан? Какие материалы здесь использованы? Здесь используется ткань, ткань непродуваемая и самоклеящаяся бумага и рейки. Перед началом фестиваля мастер-класс для всех желающих, а затем старт конкурсных запусков. Командный воздух, семейные забавы, хвост всему голова для самых длинных змеев. Техника стремится ввысь и властелин небес – личное первенство. Многие участники испытывали своих змеев и вне конкурса. Я пришла с племянницей и своей дочуркой. Почему принимаем? Потому что мы купили змея в этом году, и это супер. Мы живем в 29-м микрорайоне, там очень сильный ветер. Мы запускаем его каждый день, можно сказать. А сюда пришли, потому что узнали об этом мероприятии. И нашего орла невозможно не заметить. К слову, самодельных воздушных змеев здесь оказалось намного меньше, чем в магазинских. Бывалые мастера сокрушаются. Говорят, удовольствие, когда в небо взмывает свое собственное творение, ни с чем не сравнить. Змея пробовала, пробовала с внучкой делать. Это действительно очень увлекательно. И самое главное, вот задушу такое, знаете, вот сделаешь, а тебе хочется еще, еще, еще. Но особенно, когда летать, это вообще здорово. Вот это самый простой, первый русский змей, который делали еще наши прабабушки и прадедушки. Конструкция у него весьма простая, он состоит из пленки и бамбука. Запустить его может даже самый маленький ребенок. Давай. Самый яркий запуск зрителям подарили победительницы двух международных конкурсов в Китае, воспитанницы Сюд, Валя Замарай и Оля Ивкина. Здесь и летучая рыба света ультрамарин, и расписной дракон в технике инновационный кайт, традиционный российский флаг, военный самолет. Красочный фестиваль, без сомнения, надолго запомнится всем ангарчанам. Яна Попова, Алексей Кусюлов. Местное время.